Беременность и роды – это чудо, которое Бог подарил женщине. Но не всем семейным парам удается естественным путем завести ребенка. Именно поэтому семейные пары воспользуются процедурой ЭКО. В этом году в Крыму 800 семейных пар подали заявки на процедуру ЭКО по бесплатной процедуре ОМС. Первый крик новорожденной Амелии на руках у счастливых родителей. Мама Альфия Янбекова с трудом сдерживает слезы. Врачи рядом с молодой мамой поздравляют с рождением дочки. Женщина родила, как говорят медики, сама. И добавляют, некоторые мамы дарят жизнь уже с применением процедуры искусственного оплодотворения. Но Альфия и сама об этом много знает. Да, в прошлом году моя знакомая воспользовалась процедурой ЭКО по ОМС и родила девочку. И она стала счастливой мамой. И она ничем не отличается от других мамочек. О том, что теперь процедура ЭКО совершенно бесплатная, знает и жительница Ялты Алье Усманова. Она во второй раз стала мамой. А ее сестра решилась на искусственное оплодотворение. Алье, скажите, пожалуйста, как на свет появился ваш ребенок? Естественным путем? Да, наш малыш появился естественным путем. Все природно. Есть еще система ЭКО. Я знаю, у меня сестра планирует тоже по этой системе иметь ребенка. Сейчас вот проходят процедуры, все подготавливающие. И через пару недель уже начнется пересадка. В Крыму несколько клиник, которые проводят ЭКО по процедуре ОМС. Без страховки за искусственное оплодотворение придется заплатить около 200 тысяч рублей. За пределами Республики Крым в прошлом году, в 2018 году, у нас провело лечение 38 супружеских пар, которые данные у нас есть. А на территории Республики Крым прошли лечение почти 500 супружеских пар, которые мы направляли на лечение. Процент наступления беременности около 30. Это, в принципе, считается нормальным целевым показателем. ЭКО – это прежде всего лечение, говорят врачи. Проблемы с зачатием могут быть из-за венерических заболеваний, болезней малого таза у женщин и прерванная беременность. В последние годы врачи фиксируют рост заболеваний рака шейки матки и молочной железы. То, что касается рака шейки матки, то это своевременное исследование клеток эпителия шейки матки различными методами, в том числе и методом жидкостной цитологии. Если говорить о нашем регионе, то сегодня следует подчеркнуть, что доступность этой помощи реально увеличилась. В частности, количество молографических исследований, молочной железы или ультразвуковых исследований стало более доступным. Сегодня в крымских государственных клиниках есть самое современное оборудование для выявления серьезных заболеваний на ранних стадиях. И врачи советуют как можно чаще ходить на профилактические осмотры в поликлинике. Сабия Алимова, Владислав Кравцов, Телеканал Миллет.